Здарова, народ! Сейчас я расскажу о том, как менялся самый обычный персонаж серии Mortal Kombat. Обычный, конечно, не в плохом смысле. Просто у него нет крутого костюма и магических способностей, но он вполне на равных сражается за земное царство. Это Кёрти Страйкер. Для начала напомню, что Страйкер планировался ещё для первой части Mortal Kombat, но он не попал в ростер, так как боссы студии потребовали вести женского персонажа. Таким образом, Соня Блэйд заняла место Страйкера, хотя изначально история с преследованием Кейно должна была принадлежать ему. Затем во второй части место Страйкера занял Джакс. На самом деле история создания этой троицы довольно запутанная, но постараюсь объяснить понятно. Изначально придумали Страйкера, затем его биографию отдали Соне. В Mortal Kombat 2 Страйкера всё-таки добавили, плюс-минус таким, как задумывали, только назвали его Джаксом. В итоге, от изначальной идеи персонажа осталось только имя, которое наконец использовали в третьей части Mortal Kombat. Естественно, пришлось придумывать новую биографию бойца, согласно которой он обычный полицейский из Нью-Йорка с повышенным чувством справедливости, но без магических навыков, неординарных способностей и знания боевых искусств. Последний факт, конечно, громогласный, ведь во времена классики ни один из персонажей не владел определенным стилем. Только в будущем бойцы станут более или менее подражать реальным боевым искусствам или изображать вымышленные, в том числе и Страйкер. Но всё же в его анимациях из третьей части замечается, как будто отсутствие грациозности на фоне большинства других бойцов. Например, когда Страйкер бьет ногой с разворота, можно заметить, что он наносит удар внутренней частью ноги, в то время как все остальные, за исключением Джакса, по-моему, бьют внешней. Это, конечно, всего лишь мои личные наблюдения и мысли, и мы не знаем, специально ли персонажа сделали таким, но в любом случае я считаю, что эти анимации очень подходят Страйкеру. Хорошо подчеркивают факт того, что он не готовился в течение жизни сражаться за земное царство, но вместо фаербола и стиля крадущегося тигра может просто двинуть дубинкой в кабину. Именно вот эта обычность, скажем так, выделяет Страйкера среди остальных персонажей серии, даже среди спецназовцев, которые хоть и не используют магию, но так или иначе владеют необычными спецприемами. Да и на фоне пестрого роста третьей части, обычная одежда Кёртиса тоже выделяется, она даже не совсем похожа на полицейскую униформу. По крайней мере, так говорил Эд Бун в комбат-карте персонажа. Там же соавтор рассказал, что фанаты очень прохладно приняли нового на то время бойца и большинство посчитали, что Страйкер не вписывается в эту вселенную. Возможно разработчики это поняли и поэтому со временем старались сделать его более имбовым. Опять же Эд Бун считает, что несмотря на невзрачный вид, Страйкер один из сильнейших персонажей в третьей части и вроде как записал его в свой топ-5 сильнейших бойцов классических Мортал Комбат. Вроде как, потому что с момента актуальности этих слов прошло больше 15 лет, а за это время люди спокойно могут изменить свое мнение. Говоря за себя, в детстве меня никогда особо не интересовал Страйкер, хотя помню, что мой старший брат играл в основном за него. Лично мне боец очень понравился уже в перезапуске, но и до тех пор я считал его неотъемлемой частью серии и считаю до сих пор, несмотря на крайне редкие появления. Собственно, что умел Кёрти Страйкер во времена своего дебюта? В оригинальной третьей части в качестве снаряда Страйкер метал гранаты, их было два варианта, верхняя и нижняя, которые наносили соответствующий локальный урон. Была возможность выполнить особую подсечку, Страйкер бросался к противнику и ударял дубинкой по ногам. Насколько я помню, спецприем абсолютно бесполезный из-за долгого старта и анимации восстановления, я вроде даже ни разу не видел, чтобы кто-то использовал его на турнирах. Зато куда более полезный спецприем это бросок дубинкой, когда Страйкер также бросается на врага и в случае успеха бросает его над собой. Уже в Ultimate Mortal Kombat 3 добавили еще один спецприем, стрельбу из пистолета, и скорее всего из-за него боец на какое-то время приобрел славу несбалансированного. Во-первых, это движение имеет очень быстрый старт, хотя и не такую большую дистанцию. Во-вторых, даже если противник попадается на выстрел в последнюю секунду, он получит весь урон и проиграется вся анимация от попадания. Ну а в-третьих, это часть очередного бесконечного комбо, где также используется захват дубинкой, но для того, чтобы быстро переместиться к противнику. Интересно, что в Трилоджи этот, казалось бы, несбалансированный момент не пофиксили, а наоборот дали Страйкеру еще одну вариацию другого спецприема. Здесь он мог бросать сразу две гранаты по высокой траектории и низкой одновременно, таким образом не оставляя противнику вариантов кроме как заблокировать, особенно тем, кто не умеет телепортироваться. Первые фаталити Страйкера, хоть и не были какими-то фантастичными, все же выглядели очень ярко. В первом случае он вешал на противника бомбы и, закрыв уши, ждал взрыва. Во втором Страйкер использовал тазер и убивал врага электричеством. Выполняя анималити, он превращался в тиранозавра, конечно же, это ведь так очевидно, и откусывал половину тела противника. А вот с френдшипом все гораздо интереснее. Третья часть и различные ее вариации, где только не выходили, но, например, домашние консоли того времени не тянули оригинальную задумку, поэтому чуть ли не в каждом порте есть свой вариант френдшипа Страйкера. В каждом случае он свистит и поднимает знак Стоп, чтобы позволить кому-то перебежать арену. Так вот, в домашних версиях на Сега, например, пробегали собаки. Иногда это были те же бойцы, которые сражаются на арене. В аркадных версиях это были либо все персонажи из ростера, либо цветные ниндзя. Трилоджи внезапно бежала собака с тележкой, в которой сидели детские версии Сабзиро, Синдел и Джакса. Не знаю как вам, а мне это кажется интересным. В 96 году Страйкер стал одним из основных персонажей мультсериала Защитники Империи. Я бы даже сказал негласным лидером, потому что большую часть времени он был очень строгим и холодным. Страйкер постоянно пытается кого-то вразумить или наставить на верный путь. Хотя в дальнейшем его преподносят как хорошего друга. Например, в сцене с Люкеном, когда последнему нужно было просто поговорить с кем-то. Не могу сказать, что эта сцена прям трогательная, но она откровенная, немного раскрывает Страйкера. Со мной случилась одна история, когда-то давно. У меня была девушка. Она смотрела на меня так же, как Китана смотрит на тебя. Но я служил в полиции, и карьера была для меня важнее. Меня никогда не было рядом, когда я был нужен ей. В итоге она ушла от меня. К другому парню. Но если ты кому-нибудь расскажешь об этом, получишь от меня по башке дубинка. Я обещаю. В мультсериале персонаж выглядит более подтянутым, что ли. Ведь лично мне казалось, что в третьей части у него был небольшой живот, но возможно просто казалось. А тут прям серьезный такой боец. Интересно, что здесь в дубинку Страйкера встроено устройство, которое закрывает порталы. Думаю, это сделано для того, чтобы сюжетно персонаж был более важным для команды. Ведь кроме него и Рейдена, никто из защитников не умеет этого делать. Страйкер и Кабал планировались для четвертой части Мортал Комбат, но по каким причинам они туда не попали, до сих пор точно неизвестно. Зато их упомянули во втором фильме. Вряд ли это можно назвать достойным референсом, но Рейн сообщает Императору, что его отряд убил Кабала и Страйкера. Хотя ни один, ни другой, ни на секунду не появлялся в фильме. Следующее полноценное появление состоялось в Мортал Комбат Армагеддон и здесь Страйкера можно не узнать. Персонаж прошел максимальный редизайн, в нем не осталось ничего от знакомого образа, за исключением разве что цвета волос. Эд Бун говорил, что они решили облачить Страйкера в более футуристичные и, цитирую, крутые костюмы, чтобы те фанаты, кому не нравился боец в третьей части из-за заурядности, посмотрели на него по-новому. В итоге на Страйкера надели черный костюм с синим узором, а также с него сняли кепку, дали очки и в целом этот костюм чем-то напоминает экипировку мотоциклиста, разве что без шлема. Хотя что-то вроде него есть в альтернативном скине, причем даже с маской. Если честно, мне кажется, авторы сериала Наследие смотрели в сторону этого костюма, когда работали над дизайном Бихана. Ну похоже ведь, не? Персонаж по-прежнему умел бросать гранаты, но разучился обоим спецприемом с дубинкой. Теперь две дубинки используются в качестве оружия, хотя при этом в основном скине у Страйкера за спиной два каких-то ножа, не совсем понятно зачем. Его боевой стиль называется Хуа Чуан, и он позаимствован у Эрмака из прошлой части. Да, авторы говорили, что этот Страйкер нечто новое и интересное, но боец много заимствует у других. Даже его выстрелы из автомата, прямо и вверх, ранее встречались у Джаксов в Смертельном Альянсе. К сожалению, нормальных добиваний в Армагеддоне нет, но здесь есть небольшой реверанс в сторону Фаталити из третьей части. Там, напомню, Страйкер убивал противника с помощью Тазера, а здесь это стало новым спецприемом. Помню в свое время, когда Армагеддон только вышел, мне очень нравился новый внешний вид Страйкера, но со временем я понял, что его изначальный образ и делал персонажа уникальным. Также я могу понять разработчиков, но считаю, что Страйкеру не нужны крутые костюмы, чтобы оставаться частью серии Мортал Комбат. Судя по словам разработчиков, они пытались сделать Страйкера максимально интересным персонажем в Армагеддоне. На мой взгляд, у них это не вышло. Зато в новой хронологии боец получился очень удачным, а всего-то стоило не пускаться в крайности и додумать то, что уже было в третьей части. Новый Страйкер одет примерно так же, как и во времена классики, только теперь очевидно, что его одежда это полицейская форма, увешанная ремнями, наручниками и так далее. А также кепка теперь повернута козырьком вперед. Есть альтернативный скин, который задумывался еще в 90-х, но был реализован только в наше время. Он более массивный, а на груди красуется аббревиатура SWAT, которая дает понять, что Страйкер не просто полицейский, он член особого подразделения полиции Нью-Йорка. В плане спецприемов можно сказать, что персонаж не изменился. Он также метает гранаты, делает подсечку дубинкой и стреляет из пистолета. Только здесь спецприемы стали усиливаться и Страйкер может стрелять из двух рук, а также, как и в трилоджи, бросать сразу две гранаты. Единственное, что заметно изменилось, это бросок дубинкой. Теперь боец перекатывается в ноги к противнику, чтобы бросить его через себя, а не летит прямо на него как раньше. А, и кстати, теперь можно некоторое время держать противника на мушке, а не стрелять в него сразу. Это вроде первый случай, когда я касаюсь X-Ray, но здесь нельзя этого не упомянуть. Выполняя его, Страйкер ослепляет противника фонариком, бьет дубинкой, а затем шокером. И вот мне всегда было интересно, как это работает на Кенше, ведь это работает. И тут можно поговорить про детали и условности геймплея, но ведь раньше их учитывали. Например, Джонни Кейдж в свое время не бил девушек в пах, он просто садился на шпагат. А это были 90-е, ну да ладно. Выполняя Фаталити, в первом случае Страйкер бил противника шокером и стрелял в голову, а этот момент несколько раз дублировали и не напрасно. Выглядит довольно эффектно и просто, а я такое очень ценю. Второе Фаталити, наверное, отсылает к третьей части. Страйкер пробивал живот противника и оставлял там гранату, которая через пару секунд взрывом разносила жертву на части. Ну а если выполнить Бабалити, маленький Страйкер стрелял в пол и падал из-за отдачи, после чего начинал реветь. В общем, кто бы что ни говорил про Страйкера, лично для меня он всегда был важен во вселенной, а в девятой части так и вовсе он стал одним из моих любимых бойцов в ростере. Я очень много за него играл. И на самом деле мне правда жаль, что в последних играх его вытеснили Эррон Блэк и, наверное, Кэсси Кейдж, судя по некоторым спецприемам и оружию. Страйкер появился в сериале Наследие, где его роль сыграли два актера в разных сезонах. Сначала он появился в первом и втором эпизодах, где вместе с Джаксом пытался спасти Соню Блэйд, а после сообщил последний обувечьях Джакса. Как ни странно, но здесь Страйкер выступает руководителем отдела полиции. А уже во втором сезоне, когда события набирают оборот, Страйкер оказывается в их центре, хотя значительной роли не играет. Самая яркая сцена, в которой он встретил раненого Джонни, попытался оказать ему помощь, но сам лишился сознания из-за фаербола Люкена. Ну а спасибо хотя бы за появление персонажа. Последняя фраза также применительна к недавнему сиквелу мультфильма, где Страйкер присоединился к Защитникам Земли. Не знаю, насколько еще актуально предупреждать о спойлерах, но если мульт не смотрели, то пролистайте секунд 15. В общем, мне очень понравилось, как эффектно Страйкер появляется на пару с Джаксом, отстреливаясь от демонов. Наконец-то персонажа покажут важным со времен Защитников Империи и девятой части игры, подумал я, но не тут-то было. Страйкера убил Шан Цун, но должен признать, что сцена очень запоминается. Я прямо был впечатлен нарисованными эмоциями, и с одной стороны жаль, что Страйкера слили, но с другой стороны это было очень эмоционально. В играх серии персонаж остался на вторых ролях. Мы видели его камео в 10 части, а в 11 так и вовсе о нем остались небольшие упоминания. Например, Робокоп в диалоге с Джаксом говорит, что слышал о полицейском Страйкере, а Джакс отвечает, что он был не просто копом, а суперкопом, и Робокоп сожалеет, что им не удалось познакомиться. Хотя в его же концовке Страйкер вновь фигурирует, причем интересно, что здесь все персонажи выглядят именно как в девятой части. Несмотря на то, что у Страйкера очень мало появлений, и у фанатов он не пользуется большой популярностью, все же я надеюсь на его будущее возвращение в любом виде, в играх, в фильмах. Этот боец важен для контраста и как идея. Факт того, что в этой вселенной есть место простым людям, и они в силах за себя постоять. Кентара вот не дастся врать, а? Я не прощаюсь. Страйкер Продолжение следует...